За нарушение режима карантина. За сутки в столице оштрафованы 60 человек. Большинство из них не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Стражи порядка патрулируют улицы и парки практически круглые сутки. Наши корреспонденты отправились с ними в очередной рейд. Динар Жамбатырова расскажет подробности. Без маски почему на улице? Нет, нет. Без маски. Стало раз в развод на улице. Просто плохо стало, уже жарко. Такими рекомендациями полицейские подходят каждому. Рейды по всей стране идут почти круглосуточно. В общественном месте маски носить обязательно в постановлении главного санврача. Но тем не менее строгое правило соблюдают не все. Только за сутки правоохранителей сотрудники СЭС оштрафовали больше 60 человек. Большинство из них нарушили масочный режим. В первую очередь ограничиваемся разъяснением, если злостное неповиновение идет. Или же данные граждане не понимают, соответствующий протокол составляется. Основная часть граждан реагирует нормально, адекватно. Но есть и злостные неповиновители, которые не понимают, сразу игнорируют требования. То есть не понимают, что данные мероприятия проводятся для их же безопасности. Таким нарушителям сразу же выписывают штраф в 83 тысячи зенге. Но во время сегодняшнего рейда все отдыхающие с пониманием реагировали на просьбы полицейских не нарушать масочный режим и соблюдать дистанцию. Да и гуляющих было немного. Горожане прячутся от жары в домах. А вот вечером ботанический сад буквально переполнен. Пожаловался полицейским один из жителей. Вы приходите сюда вечером после шести часов. Я здесь рядом живу и вижу, как парковки переполнены. Люди толпами гуляют, друг с другом контактируют. Полицейские пообещали заглянуть вечером и напомнили о правилах. На улице, допустим, в скверах, на парках, когда люди гуляют, когда они с одной семьей, с детьми, с семьей гуляют, они могут без маски находиться, потому что это люди с одной семьи. А когда рядом подсаживается другой человек, другие люди, они обязательно должны соблюдать дистанцию, либо надевать маски, так скажем. Но когда они сами сидят, не обязательно. На свежем воздухе это не обязательно. И самое главное – вдыхать свежий воздух как можно глубже. Надо развивать легкие, советуются на врачи. А чтобы не заразиться, гулять лучше одному и в безлюдном месте. Социальная дистанция – не пустой звук, поэтому ей лучше не пренебрегать, говорят эпидемиологи. Динара Женбатырова, Яд Дюсенбаев, Хабар, 24.